так вы меня просили у мою укладку пока у меня не высохли волосы они у меня сохнут катастрофически быстро я вам рассказываю так я их помыла причесала тангл тизер я тут меня просили снять укладку и быстренько сделала а дальше нанесла такое вот масло тоже из вот этого магазина the face shop про который он говорил этим маслом я не пользуюсь где-то год может быть полгода вот вспомнила его как видите они у меня уже почти сухие поэтому мне их надо наверное сбрызнуть я буду использовать какой-то такой термозащиту от цели эшбергер она никакая не органическая обычная сбрызгиваю много потому что я хочу чтобы они у меня оставались влажные дальше беру фен и беру честно говоря прям эту расческу и дальше вы сейчас видите что я делаю я немножко прикладываю фильм а потом делаю как бы структуру волос сама так сейчас и и и и и и и и это как бы все я больше ничего не делаю потому что повторюсь волос у меня отрастет как как бешеные всохнут вот такая вот я красивый дальше я беру вот этот вот стоял мастера тревлон я вам уже его много 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 раз показывала а я его пользую прилично когда у меня волосы чисто пострижены я эту укладку делаю ну каждый раз когда мою голову где-то раз два дня в три иногда но сейчас когда они так сильно отросли я делаю только по особым поводам сегодня мы идем в гости поэтому я делаю так обычно если честно я закалываю просто вот эту вот эту длинную часть заколками короче мне нужно примерно вот столько этого этой глины дальше я вот так вот горячая раскидываю по ладоням и начинаю формировать свою укладку так как я себе вижу прям да я делаю немножечко кос в кость сзади я иногда вот так делаю такой небольшой хайер тут я приподнимаю типа ирокеза но они у меня сейчас уже очень сильно отросли я вот иду в конце недели стричься и поэтому они уже конечно так не лежат как раньше так хоть как-нибудь вот ну короче врачу я выстраиваю свою стрижку свою укладку точнее примерно так руки грязные дальше я беру лак для волос у меня это от javani styling mist такой вот у меня его только половинка осталось и дальше я начинаю убегать к его помощи и очень обильно хохолок фу он конечно пахнет гораздо приятнее чем все остальные лаки и разбрызгивается он знаете именно таким мистом поначалу мне не очень нравился но сейчас я его оценила ну на мой вкус я не очень искушена в плане лаков для волос он хорошо все держит как бы в течение дня держит вот все это все что я делаю это вся моя укладка вот так я прохожу весь день на следующий день конечно мне ничего не останется надеюсь вам было интересно окей у нас погода дождливая и поедем поедем в общем мы заехали в такой район как это называется Сент-Клэр Уэст, и он, вообще, Сент-Клэр, улица, которая такая достаточно красивая, и одно время мы даже искали на ней жилье, ну, короче, мне там очень нравится, нет, мы едем прямо, мы не едем прямо право, мы едем до Данас. Да, вот, но это он такой ближе туда, ну, чуть-чуть, чуть-чуть левее, чем мы сейчас, левее, да, а в этой части он, конечно, такой, гетто-гетто, но я вам не успела ничего снять, вот, а мы сейчас едем ищем пекарню нашу, пытаемся лишь не к ней выехать, потому что мы сначала поехали, там, вдумали в магазин в один поехать, теперь передумали, теперь мы едем купить кексиков. Из полей доносится печаль, ну, или как там поется? А у нас дождь, 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 и провода. Что, давайте я вам покажу, что у меня тут есть. Глебина новая бутылочка с такой трубочкой, ему еда в термосе. В общем, да, сейчас у нас Федя с Борей пошли за кексиками в гости, и, в общем, не знаю, будем дальше что-то придумывать. Такая погода сонная, хочется спать. А мы поедем в гости. Папа. Папа? Где папа? Где папа? Где папа? На улице 8 градусов тепла. Холодрай. Мы заехали в Старбакс, знаете, типа МакАфта, то, что я рассказывала. Драйв-тву. Первый раз. Интересно. Сейчас будем забирать наши напитки. Глеб у нас уснул, поэтому мы с Борькой посидим в машине около магазина с колясками. А потом, наверное, мы снова зайдем в этот Старбакс, и я куплю кофе для своей подружки, которая болеет. Ну, так, приболела. И мы ее проведаем. Проведаем, Веронику? Да. Окей. Мне так будет только жарче. Делают, делают. Я знаю, что я все ищу вас в этом дебильном ракурсе, но ничего не могу с этим поделать. Мне никак не придет мой заказ. У тебя что-то и я сам. Да что ты, да что ты. Боря у меня все клянчит снеки. Ой, блин. Где наш капучино? Я взяла ся фрапучино сладкий и ужасный. Нет, это мой будет сладкий. Ну, и я себе тоже самое взяла. Сейчас посмотрю, что она просила. Еще утром я сегодня разговаривала с подружкой из Москвы. Мы с ней обсуждали коляски. Гринти, латы. Вот, она себе купила коляску, а потом передумала и хочет другую. И я ее понимаю. Потому что если коляска это твой главный аксессуар, и ты его безумно любишь, то я могу это понять. Боря, сядь, пожалуйста. Ты что, мне сейчас таким полицейский увидишь? Ну-ка сядь нормально в свое кресло. Сядь нормально в свое кресло, как будто пристегнут. Потому что мы сейчас стояли на парковке, а паркинг потом прям тут. В общем, я учу своих детей ерунде. Где мой фрапучино? Я очень хочу на этой неделе снять для вас видео «Мой уход за кожей летом» и про вот эту книгу для детей, которую я вам рассказывала. Очень хочу. Надеюсь, что смогу. Ну, не знаю. У меня, видите, ничего не получается снимать. По-моему, здесь пыльно, вам не кажется. Мне кажется. Где мой фрапучино? Просто мне кажется, очень прикольно будет, если в видео мне сейчас дадут эти напитки. я тут такая вся. Фенси-шменси. Поэтому я тупо жду. У меня сейчас место на карточке. Оп! Так кончится раньше. Спасибо. 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 Ура! Вот, Боря, это твой. Куда бы надо поехать? Хорошо, открывай сам. Хочу понять, куда нам вставать. Я вот здесь припаркуюсь. Здесь вставлю. Опа! Никого не будет. На солнце не очень хочется стоять, если честно. Сейчас. Гляньте, какая красота. Супер. Я себе такую взяла и Борькина. Это же. Сейчас я получше что-то попаркуюсь. Сейчас. А, улы, ехта прекрасная. Сейчас я попаркуюсь получше. Потому что я встала так, что мне будет не очень удобно доставать влево. Все. Короче, что я вам говорила. Да. Я планирую... О, мне даже с этой сливки торчат. Говорится, вот я зря хожу на занятия, на спорт. Знаете, девчонки, что я хотела вам сказать. Помните, я вам рассказывала в каких-то своих рождественских влогах, что вот красивая форма. Меня лично не впечатляет заниматься спортом. Сори. О, боже, ради этого стоит. Так вот, это зависит от формы. Я себе сейчас купила новую форму. Безумно модную, красивую, яркую, знаете, от Найки. И знаете, она меня... Ну, как бы на самом деле... Я думаю, что если бы мне было леней, мне бы на самом деле было бы леней в ней выходить. Но так как я уже заряжена азартом спорта, то эта форма меня реально стимулирует ходить еще и ничего не пропускать. Правда, она офигенная. Я, может быть, вам ее покажу в своих покупках. Хочу открыть и съесть. Видите, как-то так. Смотрите, встать. Девочки, если кто на диете, сори. Я тоже на диете, но иногда можно. Просто оргазм. Я, наверное, это вырежу. Ну, это офигенно. Просто офигенно. Честно говоря, я думаю, что я вряд ли вам сниму что-то в магазине. Но, может быть, потом, после, когда мы же домой приедем, я вам покажу, что за коляску я выберу. Собственно, мы сейчас с Глебом и с Борей будем наслаждаться нашим Старбаксом. Так что все, давайте, чао-ка-као. Увидимся в следующем встречении. Пока. Вот коляска, за которой мы приехали. Аппа Бэйби, как она у меня будет вот в таком цвете. Что там? Бусы? Там есть стоки крутая тоже. Я там еще набрала аксессуаров всяких. Борюсь аккуратно, не сломаю ножку, ладно? Здесь очень стильные детские комнаты делают. Вообще, в последнее время у меня прям обсессион по серому цвету. Что ты хочешь? А, ты увидел мягкую игрушку. Ну, давай, что тебе? Давайте вот это там. Хочешь? Держи. У нас Глеб обожает мягкие игрушки. Борю вообще было плевать. Давайте я вам покажу разные идеи для спален детских, которые здесь сделаны. О, хай! Хай! Нет, Барисочка, так не... Вон, девочка пьет чай. Вот эти кроватки-стоки, они, конечно, шикарные. Вообще, у стоки все шикарное. Еще такая есть. Что тут есть еще для побольше детей? И все, по-моему, да. Вот. Мне очень жалко продавать мои стоки. Вот, честно, очень. То есть, даже не хочу это обсуждать. Но я подумала, что мне, наверное, правда будет удобнее. В связи там с некоторыми изменениями, о которых я пока не буду говорить, нам будет удобнее с этой коляской, чем со стоки. Я там вот так решила. Тем более, мы умудряемся ее продать гораздо дороже, чем мы ее купили. Такой стульчик для еды за 600 баксов. Мой муж вообще такого не понял. Он сказал, что это? Что это вообще? Как это возможно? Мне нравится, мне кажется, очень сильно. Но за 100-600 долларов, мне кажется, это правда перебор. Ну и как бы красивая люстра. О, вот эта люстра. Вот такая мне нужна. Это я уже для мужа сниму. Шикарная люстра. То, что мы ищем, мне кажется. Поэтому мы будем ехать медленно. Вот. Такие вот дела. Потому что давайте пока вспомнила. Знаете, о чем вам расскажу? Пока у меня дети не начали плакать. Немножечко такой вот. Отвечу тоже на ваш вопрос. Очень давно мне писала девочка в личку. Спрашивала. Кажется, если я не ошибаюсь. Но я надеюсь, что что-то такое я правильно помню. Она спрашивала. Спросила сравнить меня с жизнью. В Канаде и в Европе. Вот. Блин, все желтый. Да. Ну, на самом деле, я была в очень многих странах Европы. Успела побывать. До того, как приехала сюда. Собственно, я, может быть, рассказывала, что даже я собиралась ехать учиться в Германию. Пока не встретила своего мужа. У меня родственники. Родственников достаточное количество в Германии живет. Вот. Ну что, давайте пойдем по порядку. Я не буду долго размусоливать. Коротко отвечу на этот вопрос. Но, мне кажется, основной я захвачу. Я буду говорить о Торонто. Потому что из тех городов Канады... Ну, как бы Монреаль, он, кажется, классный. Вот Монреаль, он очень похож. Ну, из тех, да, опять же, где я была. Монреаль очень похож на Европу. На европейский такой город. Вот центральная его часть. Он непосредственно от островок. Чем меня, конечно, он подкупил. Ну, а там французский язык. Это, конечно, не для меня. Теперь мы будем сравнивать, скажем так, Торонто. Да, жизнь Торонто и в Европе. Потому что Канада вся разная. И, в общем-то, в основном... Ну, да, она разная, конечно. Ну, Европа. Во-первых, в Европе, как мы понимаем, история, ну, раз в 10 больше, чем в Канаде. Да, каких-то исторических, культурных... Историческое, культурное, я не знаю, какое там еще наследие у нас может быть. Кулинарное, в конце концов. То есть здесь даже нечего сравнивать, на самом деле. Ой, менты. Ну, ладно. То есть даже нечего сравнивать, потому что... Ну, это вообще как, не знаю, как позже дар с яичницей мешать. Здесь, конечно, этого нет. Соответственно, это отражается на всем. Архитектура. Ну, тут даже тоже говорить не о чем. Мне очень нравится вообще стиль европейских городов. Вот таких вот... Не могу сказать, что маленьких таких городов-деревенец. Хотя, мне кажется, они гораздо интереснее, чем города-деревенец в Канаде. Но вот такие вот, расскажу так. Может быть, не столицы, но крупные города Европы. Это вот тот стиль, в котором бы я хотела бы жить. Это вот именно те города и та атмосфера, в которой мне хотелось бы жить. И, может быть, не знаю, надеюсь, что у нас еще получится. Может быть, как-то попасть в Европе, либо перебраться туда в итоге. Не знаю. Но в целом, как бы, да. То есть здесь что? Это крупный город. Борюсечка, тихо. Где, по сути, это, как бы, знаете, такая размазанная деревня. Такая ухоженно хорошая деревня. С такими, да, как бы нормальными районами. Я имею в виду, инфраструктура в каждом районе хорошо очень развита. И, как бы, да, есть некий центр. Такой урбанистическо-современный. В Европе понятно, что у тебя все... Ну, такое вот... Ты можешь идти, хлоп, наткнулся на какое-нибудь здание, я не знаю, там, 17-го века, 18-го, 19-го, вообще вот столько, да. Ты можешь идти, зайти в какой-то очень... Тихо-тихо-тихо, Глебшик. Ты можешь идти, зайти в какую-то очень милую кафешку, да. А потом Акашу в этом кафешке, может быть, писал какие-то свои рассказы. И Гоголь. Я сейчас про Италию, например, да. Ну, и Гоголь, ладно. Ну, каким-то европейским писателям сейчас в голову никто не приходит, если честно. Вот. Ну, то есть, как бы, да, везде вот... Везде вся Европа, она пронизана каким-то историческим духом, чем-то таким культуром. Там красиво, да, ну, как бы, любой город возьми, куда ни плюнь, по сути, что-нибудь да красиво здесь будет. Здесь, конечно, этого нет, но здесь, наверное, есть какие-то свои плюсы. Какие они здесь плюсы? Наверное, в Канаде один большой плюс, то, что она далека от всякой вот этой политической арены, назовем это так. Да, здесь у нее под боком сидит Америка, но я не думаю, что это влияет... Как бы, на самом деле, Америка очень сильно оказывает влияние на Канаду, несмотря на то, что, да, как бы, Канада, она находится под королевой Елизаветой, да, как бы, королевой Великобритании и всех остальных земель, но очень сильное влияние, я бы даже сказала, огромное и даже основное влияние оказывает на нее именно Америка, американский образ жизни, образ мысли и так далее. И, наверное, плюс Канады именно в том, что все-таки она далековато от всего этого, и если вдруг, так сказать, что случилось в Америке, ой, в Америке, в Европе, то, как бы, до Канады все не долетит. Для меня в этом плюс, потому что, ну, как бы, да, за этим ты сюда едешь. Но если бы меня спросили, где я хочу жить, наверное, я ушла от вопроса, который мне задали, сама даже заметила как, я бы предпочла бы жить в Европе, несмотря на то, что там сейчас кризис, там сложно найти работу, я бы предпочла бы жить в Европе, если бы у меня была такая возможность, я бы не поехала бы в Канаду ни за что. И, в общем-то, в идеале я храню в себе идею уехать из... Мы с мужем, как бы, да, храним в себе идею со временем уехать в Европу. То есть, как бы, если мы останемся в Канаде, тоже окей, почему нет, нам здесь нравится. Но идеально... То есть, понятно, что идеального места не найдешь. Может быть, по-моему, мне даже просили сравнить с Москвой. Для меня все равно Москва станет самым красивым городом на земле, самым лучшим городом на земле. Если бы не какие-то другие, да, составляющие жизни в России, в частности, в Москве, как то, все мы знаем, о чем я, конечно, я бы оттуда никогда не уехала. Но, как бы, да, жить среди такой коррупции, и, поверьте мне, коррупции я знаю больше, чем может показаться, скажем так. Все вот эти вот взятки, какие-то подкупы, какие-то, знаете, вот это вот поделись, иначе я тебе расскажу, тебя посадят. Ну, короче, это все, это то, я не хочу жить в этом, я не хочу, чтобы в этом росли мои дети, поэтому мы свалили оттуда. Но если вот это все убрать, то как город? Москва лучший город на земле, самый красивый, самый офигенный, там самые классные кафешки, там самые классные, вообще все там, самые классные. Наверное, Питер еще, я думаю, такой же классный, вот честно. Не потому, что там как-то, я не знаю, а что, почему. Ну, короче, Питер мне действительно, мне просто действительно нравится Петербург. Меня тут поправили? Петербург. Действительно, мне кажется, Петербург очень крутой город, и даже в некоторых вопросах, наверное, культурно-исторических, он будет, наверное, покруче, чем Москва. Вот, но все равно мне кажется, что вот, конечно, вот наши города лучше. Ну, а так, да, Европа, Европа лучше. Монреаль, что Монреаль очень похож на европейские города. Да, конечно, в нем очень сильный вот этот привкус американской жизни, да, вот американского такого вот все-таки города есть в нем. Но он классный, он именно красивый, потому что Торонто, я не могу назвать красивым, Торонто абсолютно не красивый город. Да, у него есть этот урбанистический такой вот этот вот, да, вот с небоскребами, даун-даун, да, тут есть какие-то красивые парки, но как город он абсолютно никакой обычный. Ну, собственно, наверное, как и все города, наверное, Канады. Вот, в Америке, может быть, как все-таки в Америке, мне кажется, побольше истории, да, чем в Канаде. В Канаде не такое много, то есть там, ну, как бы совсем смешно. Вот, но в этом же, опять же, да, ее большой минус, и в этом же ее плюс, потому что, ну, она далеко от всего. Вот, мне кажется, как-то вот это, знаете, как бы...